Расскажите, пожалуйста, каким образом в городской больнице Азбест организована пропаганда грудного вскармливания, какая работа с будущими мамами ведется? Несмотря на то, что неделя грудного вскармливания вроде бы одна неделя в году, данными вопросами серьезно, ежедневно мы начали заниматься с 2001 года, когда наш акушерский стационар получил высокое звание первыми в Свердловской области больница доброжелательная к ребенку. Основным принципом данной технологии больница доброжелательная к ребенку как раз является поддержка исключительно грудного вскармливания. В дальнейшем эту технологию у нас в городе поддержали и получили звание и женская консультация, и детская поликлиника. То есть в настоящее время у нас весь комплекс медицинских учреждений, связанных с оказанием помощи беременным женщинам, женщинам после родов и детям, он у нас полный. То есть беременная обращается в женскую консультацию, поступает на роды в акушерский стационар, и затем дети обращаются в детскую поликлинику. Везде эта технология работает и осуществляется преемственность. Мы ежегодно проводим обучение всех медицинских работников, связанных с оказанием помощи беременным, роженицам и новорожденным детям с данной технологией. Более того, они сдают и зачеты. Мы ежемесячно проводим занятия для беременных женщин в женской консультации. Мы рассказываем беременным женщинам о преимуществах грудного вскармливания, о технике проведения правильного грудного кормления детей. Мы пытаемся ответить на вопросы, которые есть у беременных женщин, снять волнения, которые у них могут быть, для того, чтобы технология выполнялась в полной мере. В дальнейшем, уже в акушерском стационаре, мы создали все условия для того, чтобы женщина не чувствовала каких-то проблем, а все, что необходимо, у нас выполнялось. То есть, начиная с родозала, после рождения ребенка, он выкладывается на живот к маме, а после операции кесарево сечения на грудь. Тем самым, продолжается вот эта неразрывная связь матери и ребенка. Ребенок успокаивается, чувствуя материнское тепло. Он обсеменяется материнской микрофлорой, а не больничной, что уменьшает и риск заболеваний у ребенка, и создает правильный психологический настрой ребенка на правильное кормление в дальнейшем. У нас в акушерском стационаре нет сосок и пустышек, у нас нет допаиваний, докармливаний, или проводится только по медицинским показаниям. У нас мама неразрывно находится вместе с ребенком все 24 часа, все дни недели, пока они находятся в акушерском стационаре. Мы после выписки или при выписке даем рекомендации маме, как более длительный период времени сохранить грудное вскармливание. Оно рекомендуется только исключительно грудное вскармливание на протяжении 4-6 месяцев, а само кормление грудью до 2 лет как минимум, и в дальнейшем, если ребенок желает и мама имеет возможность, кормить ребенка грудью хотя бы, может быть, после 2 лет по ночам. Мы, рассказывая о преимуществах грудного вскармливания, конечно же, постоянно говорим, что это идет на пользу и ребенку, поскольку нет в природе другого источника питания для ребенка, более полноценного, более подходящего, чем материнское молоко. И по составу белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины, все, что необходимо для развития ребенка, для поддержания его здоровья, все находится именно в материнском молоке. Это очень полезно и для самой женщины, поскольку идет правильное обратное развитие, инволюция, матки. Это сказывается на состоянии ее организма и в дальнейшем, предупреждая многие женские болезни, особенно со стороны молочных желез, матки и яичников. То есть, со всех сторон это сплошное благо. Я хотел бы обратиться ко всем беременным женщинам, чтобы они все-таки прислушивались к рекомендациям врачей-апушеров-гинекологов, к рекомендациям медицинского психолога. Справились с теми проблемами и волнениями, которые у них есть, и с чувством, я не знаю, где-то радости, счастливых моментов шли народы вместе со своими мужьями. И у них все получится и в родах, и в дальнейшем с кормлением детей до двух лет и более.